Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok У меня самодельная от микроволновки стоит Вот, так-то лучше А то этот шум, он, конечно... Ну что ж, начнем сначала С вами Элкей В общем, сегодня разговор пойдет о джанк-фуде И почему с едой вообще все фигово на самом деле Вот, так, ну что ж, приступим В общем, ем я сейчас вот эту вот штуку Это гречка, повторюсь, с дешевыми специями И вот таким вот дешевым соусом Буду говорить марку, все, наверное, догадались, что это Вот, в общем, по сути, этот соус Это просто джанк-фуд Это то, что едят обычно Это еда, образно говоря, самого низкого пошива Но по какой-то неведомой причине Вот эта вот гадость Потому что здесь, по сути, в составе, что у нас Там всякие уксусы Ну, ладно Загустители, камеди Сливки Всякие штуки Короче, вот после этого болит живот Но я его взял, потому что Я 11 лет сжрал гречку И есть гречку дальше Просто с маслом Ну, я физически не имею такой возможности Просто она у меня не переваривается Вот Далее Вот эта штука стоит в районе То ли 45, то ли 50 рублей Я вообще не понимаю, с чего Вот 50-45 230 грамм Вкус такой себе То есть это получается сырный соус Вкус Ну, такая себе фигня Ничего особенного Можно даже назвать этот вкус противным Но без него я не могу есть это Потому что Гречку, когда ты жрешь без перерыва В течение 11 лет Из-за нищеты И невозможности, в принципе, работать по специальности Чтобы зарабатывать Уже несчастную сотню Которая обесценивается в данный момент каждый день Которая уже не сотня А там я не знаю, что это Сотня осталась Не зарабатываешь сотню Жрешь гречку Тут алгоритм простой Вот Гречку я жрал 11 лет А Жрать гречку 11 лет Это неприятно Потому что Где-то на 10-11 как раз год Организм перестает вообще Воспринимать это как продукт То есть Оно Ты впихиваешь Как бы желудок заполняешь А оно у тебя уходит И Ты Вроде как Не насыщаешься То есть Получается как дошираки То есть Ты должен ее есть Просто килограммами И Чем больше ешь Тем более она противна Но Чем Получается замкнутый круг Чем больше ты ее ешь Тем больше тебе нужно ее есть Чем больше ты ее ешь Тем более она противна Вот И Гречка Это на самом деле Карательная кулинария Ну Это Отношение она имеет По моей классификации Почему Потому что Гречка Это Она во-первых Безвкусная Во-вторых Если ты ее ешь Десять лет То Ясен фиг Что Вот короче Вот так Совсем понятно Без вот этой штуки Я эту штуку Есть не могу Вот сейчас я даже Мне вот противно ее есть Вот даже с этой фигней Но я вынужден это сделать Потому что Если я ее есть не буду Здесь простая вода Если что Если я ее есть не буду У меня не будет сил Вот В этом месте Где я живу Полетела канализация Вчера на машинке Какой-то Великий инженер Задумал Сделать канализацию Для машинки Трубой Высокого давления Вот такого сечения Естественно В колене трубы Которая идет вниз До канализации Образовался ил И труба забилась в мертвых То есть по сути Это куфут говна Теперь И мне надо сделать Сегодня канализацию Мне как бы За это кое-что дадут Ну К нашу Так сказать Традиция К нашей стране Это будет Весьма скромная плата Тем не менее На безрыбье Это рыба Вот Чтобы мне это все сделать Мне нужно сегодня Сходить в магазин До этого Надо обмерить Все канализационные Моменты эти И посмотреть Какая труба там нужна Сколько нужны элементов Чтобы это сделать Мне нужно поработать Головой, мышцами И все это потребляет Энергии много Нужно пожрать Поэтому вот Из-за вот этих Вот обстоятельств Я вот это ем Потому что Если я этого не съем Я буду просто Лежать в лежку И не смогу никуда выйти Как у меня уже здесь было Пару дней назад Потому что я Был на одной кречке По сути Даже масла не было И Это Этот продукт Он На самом деле Можно пытать То есть Это не еда Вообще Я не считаю едой Это так Заполнитель У меня как только будет Возможность Человеческой жизни Надеюсь Я Гречку Может даже Видос Выпишу Я Сварю гречку Попытаюсь ее съесть Не смогу Съесть ее Засуну ее В сейф Нахер Прямо на видео Я этот сейф Заварю Нахер Просто Это небольшой сейф Скорее всего Будет вот такой И Вот эта гречка Вот в этом сейфе Отправится на дно Морское Нахер Или в какой-нибудь Пруд Или туда Где его никто Никогда не найдет Потому что Я Просто ненавижу Эту штуку Просто ненавижу Но мне приходится Вот С ней С этим продуктом Взаимодействовать Потому что Более у нас Так сказать В стране еды Нету Для людей Моего Вынужденного Достатка В данный момент У меня вот штанов Нету Футболка Дырявая Ну Потому что Как бы Новая футболка Стоит порядка 500 Или 250 Минимум 300 Или 500 Рублей А у меня Все деньги Уходят на еду То есть Стэк моих Расходов Получается 50 Нет Даже Нет Ну Скажем так 90% Моих Схудных Доходов Уходят на еду Живу я здесь Как бы В коморке Бесплатно Потому что Я Помогаю Хозяинам Этого заведения Так сказать Некие моменты Решают Вот Типа Как сегодня С Канализацией Вообще Больше всего В жизни Меня коробит Тот факт Что Я Каждый раз Исполняю Исправляю Чужие ошибки За всю свою жизнь Каждый Мать его Раз Все что Происходило В моей жизни По сути Все говно Это все Следствие Чужих ошибок И мое Положение Текущее Это тоже Следствие Чужих ошибок И это Доступно Просто Это объясняется Методом анализа Просто Я анализирую То что происходит И понимая Прихожу к выводам Что Кроме как Чужие ошибки К этому Привести не могли Так что Так И по поводу Джангфуда Сегодняшняя тема Вот Есть Свойства Экономики Этой страны Такое Которое Я ненавижу Свойства Экономики А да Еще Чтобы быть Точным Если кто Заметил Вот эту Стеклянную Штуку Это Глаз Глаз Лок Я ее Купил Я сейчас скажу Сколько лет Я ее купил Порядка Ну да Десять лет назад Я ее купил Или девять Когда я работал Недолго Два месяца И получал Стабильно Там сколько Я получал Ну Тысяч Двенадцать Тринадцать Я получал Я работал В этой Фирме По Интерьерам Делал интерьеры И я был Наспытательным сроки И получал Вот эти деньги И короче Вот этот Глаз Лок Я купил Потому что Мне нужна была Качественная штука Чтобы носить еду На работу Чтоб есть И с тех пор Я ее берегу Казницу лока Потому что Все эти шляпы Контейнеры Которые продаются Дешевые Даже за Триста Там Четыреста Рублей Они Во первых Это говно А во вторых Это говно И поэтому Как бы Вот так Так что Пользуюсь Глаз локом Здесь толстое Хорошее стекло И Вообще Нормально Блять Не люблю Это Приходится Надо вот этот майонез съесть Весь Который я там Наварил Сырный Чтобы Когда она стояла В холодильнике Она не заветрилась Потому что Если она заветрится По сути Я выброшу этот майонез А я за него Заплатил Вот эти Гроши Ну так вот К нашей тематике В этой стране Еда Стоит Баснословных денег Объясню почему Вот Есть взрослый человек Ему нужно Взрослый здоровый человек С активным образом жизни Как я например Ну Относительно здоровый Потому что По Житухе Как я жил Как минимум Пищеварительная система У меня Немного Подточена Из-за вынужденного питания Дошираками Когда не было вообще денег Какое говно Вот И в общем Этому человеку Нужно Питание Нужна еда Содержащая в себе Определенное количество Белков, жиров И углеводов Плюс витамины Ну Я еще не говорю Что Вот эту воду я пью Потому что У меня Появилась возможность Накопить на чайник Я купил чайник Себе кипячу воду А До этого Я покупал Сраные бутылки Минералки И Очень много Потратил денег Которые я смог Заработать В первое время Здесь Теперь я так не делаю Теперь у меня эконом Я беру воду Из водопровода Кипячу Мне говорили Пей сырую воду Но я сказал Ребят знаете Я как бы Не хочу мучиться Паразитарными заболеваниями Поэтому я Кипяченый Только А не глушат Сыруем Похер Ну каждый сам выбирает В принципе Мне плевать на То что эти люди делают Как и им на меня Так что Тут у нас паритет Абсолютно Вот Человеку нужна еда То есть Белки мы берем Из мяса Молочных продуктов Жиры там Всякие Другие штуки Масло Там подсолнечное В общем Объективно Как бы Вот как я на себя Посчитал Мне нужно мясо Каждый день Жрать И как минимум Это будет Две куриных ноги Жирных И Надо мне Есть овощи Приготовленные На пару Каждый день Тоже Порядка Килограмма С половиной Овощей То есть Это смесь Скорее всего И Что еще Витамины Это Допустим Готовые завтраки С витаминными комплексами Допустим То что я таблетки терпеть не могу И Лучше конечно Вот И вот вся эта херня В день Стоит порядка Двух с половиной тысяч Это самая Максимальная цена А Кроме того Еще каждый день Надо есть шоколад Или через день Есть шоколад Почему Потому что В связи с общей новостью У меня Какое мерзкое говно Я О Блин Карательная психиатрия Кулинария Оговорился В общем Как бы Из-за того Что житуха моя Достаточно угрюмая И Денег я не зарабатываю Чтобы делать свои Какие-то темы Чтобы развиваться Чтобы Разрастаться Чтобы расти Чтобы исполнять Основную Свою жизненную функцию То есть Те условия И Как бы Так сказать Страна В которой я нахожусь Потому что Это объективный факт Не позволяет мне Исполнять Свою основную Жизненную функцию Сейчас проверю Запись идет Или нет Просто так можно говорю А Запись идет Отлично Ну так вот Вот То есть Моя основная Жизненная функция Не исполняется И соответственно У меня образуется Уныние Из-за уныния Пользуется настроение Ты не можешь делать дела И в общем Чтобы это компенсировать Некоторые пьют Некоторые принимают Всякие запрещенные вещества Чего я вам Настоятельно не рекомендую Не пить Ничего не принимать Потому что Это просто трата денег На всю эту ерунду Я ни того Ни другого Не делаю Ни третьего Я просто Максимально там Либо Шоколадку съем Либо конфету съем Какую-нибудь И все То есть Поступление глюкозы Оно Активизирует мозг И убирает депрессняк Ну Такую стратегию Я выработал Это самое дешевое Что может быть Вот В общем Все уныние Возникает из-за того Что основная Жизненная функция Она не выполняется И Вообще Вот за все вот это То что со мной происходит Стыдно должно быть Тем ребятам наверху Которые всем этим управляют Но Что-то мне подсказывает Что им вообще Пух Потому что это Объективный факт Вот Об этом много сказано Много Песен пропета То есть Контента По этому поводу Тьма тьмущая И мне об этом Говорить Ну Как минимум Нецелесообразно Тут мы разговариваем Про то Что происходит У меня Вроде Хочешь Думаешь Ой, еда Ешь А это не еда А гречка Окей Ну Что еще Ну так вот То что ты уныл То что ты не исполняешь Свою жизненную функцию Потому что у меня есть Друзья детства И Так получилось Что Они устроились В этой жизни В этой стране И вот я их недавно видел Мы что-то перебросили с фразами Они говорят Ну что Как у тебя Я говорю Да никак Мне и сказать-то нечего Потому что у меня В декабре мама умерла После декабря Начался трындец Я Вынужден был сдать Единственную квартиру Жил в гараже Жил у Парня Знакомого Своего Давнего Вынужденно Жил у него Потому что Мне больше некуда было податься Снимал у него часть комнаты Вот Потом я оказался на улице Вот И вот сейчас я здесь Там много чего было В общем Короче По сути Какая хронология была Я не мог устроиться на работу Десять лет По неизвестной причине Вообще Никто ничего мне не говорил Секьюрити Они Постоянно Ну то есть Все стопорилось На задушной безопасности С чем связано Не знаю Я Ни с каким криминалом Не связан Непонятно почему В общем Не получилось у меня По специальности работать А там вот как раз Искомая зарплата Сто пятьдесят тысяч Это Это стандартная ставка В месяц В области дизайна Визуализации Компьютерной графики Для Интерьеров Вот И вот из-за этого факта Из-за того что Десять лет в этой стране Я Скитался И По сути Надо мной издевались Я Никогда Никогда Не буду этой стране Ни за что благодарен Вот из-за этого Единственного факта Потому что Мне не дали Реализоваться И Мне не дали Возможности Расти А то что сейчас Происходит И то что будет Происходить дальше Это следствие Того что происходило Раньше И по сути Ситуацию уже Вряд ли Можно исправить Поэтому я просто Расслабился И Веселюсь Как бы Мне Вообще Пухой На то что в этой стране Происходит Как бы Вот я так скажу Потому что Я бы мог рассказать Что тут дальше Будет происходить Но боюсь вас Не порадуют Как бы Мои выводы Вот В общем настроен Я Ко всему этому Окружающему пространству Весьма скептический Потому что За всю свою жизнь Несчастную У меня не было Возможности Реализоваться А себя я очень люблю Потому что Я себя знаю Потому что Я знаю Что я могу И Если кому интересно Заходите в инстаграм Там снизу ссылку Дам Вон там снизу Открываете Описание Там есть И посмотрите Чем я занимаюсь Да и просто Можете ввести В бугли На хрен Лекс круп И посмотрите Что я делаю Сколько я сделал Проектов Стол Просто И Сколько всего Я бы мог заработать Как я бы мог Баблище делать Какое И вообще Не говорить о том Что я сейчас говорю Потому что Мне бы было Незачем Об этом говорить Вот Поэтому у меня К этой стороне И к Всей вот этой Вот обстановке У меня Ярость И злость И эта ярость И злость Она навсегда Останется То есть Ее уже Не уберешь Есть вещи Которые Убрать Невозможно Вот Поэтому Как бы Тут Все очевидно Вот Потому что Ценники Ценники Новые А продукты Старые Где-то Вообще Улицают Качество И ты Покупаешь Тот же Продукт А там Скажем Компонент Скажем Животный Жирорастительным Заменили И это уже Говно По сути Жрать невозможно Вот он Джанкфуд И по сути Здесь Вот в этих Условиях Я Ну не только Я Многие Вынуждены Покупать Джанкфуд По оверпрайсу То есть По сути Мусорную еду Которая Предназначается Для того Чтобы набить Желудок И не думать О здоровье Но потом Придется платить За здоровье Потому что Эта еда Она по сути Говно Химическое И вот эту еду Ты вынужден Покупать Вынужден есть И вынужден Покупать По цене Нормальной еды То есть Такая у нас Ситуация Складывается Вот Я думаю Люди с мозгами Кто меня сейчас Смотрит Они смекнут Почему так Ну вообще Как бы Общая вот эта тема И все дела Мысль потерял Блин Вот Я скажу Что было у меня Если на одной гречке Гречке живешь Я пробовал То есть Как там была Гречка Специи И масло какое-то Подсолнечное Во-первых Ты не можешь ходить Не можешь двигаться Ты хочешь лежать Постоянно Это хреновый симптом Это симптом того Что Энергии не хватает Организму А во-вторых Если ты на гречке Ты не можешь соображать У тебя никаких идей Не приходит И Например Вот то что в инстаграме Снизу Если кто заглянет Это Креативная работа Называется Это работа С большими энергозатратами Чтобы это сделать Ты должен Кушать Нахрен Еду И вот Когда ты на гречке Ты такого делать не можешь А в принципе Никак То есть у тебя это не получится Потому что у тебя нет энергии Чтобы что-то сделать Ты должен что-то потратить Если ты ничего не тратишь Ты ничего не сделаешь Вот камень лежит И камень Он ничего не делает Вот камень Будешь вот как камень Ни хера не будет происходить Вот И проблема На самом деле Джанкфуда в России Это то что его продают По цене нормальной еды А нормальная еда Стоит вообще Там За облачных денег Я когда считал Вообще По сумме Сколько это в деле будет В общем короче Получается так В день На еду Две тысячи Как минимум Ну две тысячи Это То есть это Обычное значение Так скажем Так вот В день на еду Две тысячи На меня одного И два на тридцать Сколько это Шестьдесят тысяч В месяц на еду Просто Чтобы питаться Мясом Питаться морепродуктами Питаться Обычным комплектом Продуктов Чтобы организм Воспрял Так сказать Потому что Вот У меня был опыт гречки Я загибался Ходить не мог Падал Чувство голода И ты вот так стоишь Качаешься И у тебя нет сил Ты все постоянно забываешься Ничего не можешь По сути это пытка То есть это по сути Медленное убийство Вот такая жизнь На гречке Поэтому Нахер жить на гречке Вообще В принципе Смысл-то какой В этом Вообще не имеет смысла Это то же самое убийство Только растянутое Надолго Плюс еще с мучениями То есть По сути намного хуже Вот И Обычный Ничего Никаких Игр красных Ничего Вот обычный Комплект продуктов Мяса Морепродуктов Нормальных Ну сколько Можно купить рыбы Какой нибудь Можно Менять мясо Когда это говядина Когда это свинина Когда это баранина То есть ты меняешь мясо Чтобы вкусы разные были Можно индейку купить Можно курицу То есть каждый день В рационе должен быть Кусочек мяса Потому что это белки Белки у нас идут На восстановление Различных функций организма В том числе На поддержку мышечной системы Основного двигательного аппарата Вот так скажем В России В России Люди не понимают Кто там Не знаю С чем это связано В принципе люди не понимают Что питаться надо Так Чтобы организм получал все вещества И только тогда Когда организм будет получать все вещества Он не будет болеть И ты сможешь Ты сможешь в этой несчастной И без того хреновой жизни По сути в этой стране Ты сможешь меньше мучиться Вот Но В связи с моей ситуацией То есть я и так мучаюсь Живя здесь Да Вообще как бы Терпя вот это существование Нищенское Да Когда я не могу себе Ни андорину купить Для экспериментов Я не могу себе купить Допустим Вот я видел сварочный молоточек Купить нормальный Я не могу себе купить Новую партию Сварочных перчаток Потому что у меня эти прогорели Я не могу себе купить штаны Я ничего себе не могу купить Денег Вообще нет Что Не было денег В этой сраной Москве В которой я жил Ну Извините те кто любит Москву Ребят Я там прожил Хер знает сколько лет И у меня У меня есть полностью все основания Говорить о Москве В таком ключе Потому что Ну Я вдоль и поперек Этот город знаю Вот Город хреновый Сразу скажу Для тех кто там не был Ловить там нечего Вот Я туда съебался Очень быстро Вот И в общем Суть Как бы Я себе ничего не могу позволить Вообще ничего Компьютер поменяет Да вы что Охренели что ли Там Сколько денег надо на комп Сколько надо денег на комп Это я читал Чтобы собрать мне сейчас Рабочую станцию Для моих всех тем По 3D графике И по прочим Секунд штукам Это нужно Порядка 500 тысяч Чтобы можно было Рендерить на заказ Вообще Чтобы заниматься работой Вот этот компьютер Один системный блок Обойдется 500 тысяч Вот Это обычный Такой Нормальный Рабочий компьютер Будет На котором Можно делать Современные Какие-то проекты Вот Пожалуйста Компьютер Машину Машина у меня была Давным-давно Когда я продал Ну это сейчас Подача мамы Была сделана Покупка машины Я не хотел машину Я ее продал Давным-давно Вот Машина была Очень старая Мы ее купили За 200 тысяч Деревом И продали Там где-то В том же Диапазоне Она была битая В нескольких местах Вот В общем Короче Машинка Отработала Нормально По сути Она была шлаком И Будьте уверены Была бы у меня Возможность Я бы ездил На большом Таком пикапе Вот так Сейчас приду Запись идет Вот У меня вот такая Штука с пальцами Происходит Это короче Этот самый От того Что хреновая пища Пузыри на коже Появляются Плюс нервы То есть Это такая Ведет сосудистая шляпа Так что там Фокус навелся Отлично Вот То есть Чего не возьми Чего не коснись Везде мы упираемся В Россию Если кто-то думает Что я русофоб Нет ребята Я ни хрена Не русофоб Мне абсолютно Похеру Какая там Как называется Страна Если что США Я не очень люблю Потому что У нее есть там Всякие минусы Куча минусов Для всяких Да и какого черта Я вообще говорю Вот эти все сноски Ребята Если что-то вам нужно Задавайте вопрос В комментариях И себя почитаю нужным Я отвечу на этот вопрос Как бы Блин Короче Тут дело в том Что я реалист Я очень Жизнь меня приучила Смотреть на вещи Очень реальным взглядом Если Место В котором ты живешь Не располагает К твоему развитию Надо говорить В этом месте Ты развиваться не сможешь Тебя забьют Потом тебя Распотрошат На кусочки На мелкие Образно говорю И ты Просто будешь Кормом Для всяких Ушлых Мудаков Вот так На всякий случай Скажем Но если Тебя Живется Нормально Идет Доход И все Остальное То все Хорошо В жизни Я Постоянно Сталкиваюсь С одним Моментом Вот люди Которые имеют Доход Они получают Допустим Уже 5 Лет Каждый месяц Доход Со своей работы Они как-то Реализуются И Получают 70 тысяч Деревом Скажем Такие люди Меня никогда Не поймут И посмотрев Это видео Они скажут Что ты К чертовой матери Бездельник Ублюдок Ничего не ценишь Не любишь Свою страну Кто это сказал Что это страна моя Не надо так говорить Ребят Никогда не клеите Людей ярлыки А то на вас наклеили Вот Они много чего Могут сказать И говорят они Со своей колокольни Потому что они Не бедали С гречкой 10 лет к ряду Не падали В голодные оморки Не жили В гаражах Продуваемых Не делали Работу Стол Их не наебывали Скорее всего Давай Типа А давай Ты сделаешь Работу Я тебе заплачу А потом Не платили В итоге Ты Оставался Проебаный Без денег Без ничего И Время потрачено И пиздец У меня таких случаев Почему-то было Херово гора Просто Меня обманывали Я не знаю Сколько Наверное До хера раз Я уже не знаю Сколько Это такой Подсчет Нужно делать Нужно Математический Институт Чтобы посчитать Количество Этих наебов Вот В общем Суть вот такая Вот на самом деле И Ничего Никак не сделать Да Возвращаясь к теме Джанка Короче Джанкфуд Перевод этой фразы Это Мусорная еда Джанк это свалка Фуд еда Джанкфуд Мне проще по-английски называть Потому что Я Люблю сокращать слова Не знаю Есть такая черта Вот я смотрю на эту гречку Жрать мне ее не хочется И вот Общая суть Такая Что Джанкфуд Здесь всегда будут продавать Втридорого За цену нормальной еды И Всегда это будет Вот Можно взять любой ценник В магазине И В российском Просто прийти Взять любой ценник Например шоколадка Она стоит 50 рублей Настоящая цена Этой шоколадки Чтобы у нас Уровень жизни Был хотя бы Как В тех же там Ну Какие там страны Германия Нет не Германия Ну вот как в штатах Например Чтобы был уровень жизни Нужно взять эту цену Шоколадки Поделить на 3 На 3,2 3,5 Ну хорошо Грубо на 3 И вот вы получите Цену шоколадки И если Вот эти цены При текущих зарплатах Будут вот такие Любую цену Берете Делите на 3 Тогда у вас будет Уровень жизни Как там Автоматом Сразу Но здесь такого Никогда Не будет Вот Поэтому вот так Блядь Надо ложку Облезать Потому что Муфи насядут Если ложку Не хочу ее мыть Тут сыр налить Еще старый Еще старый Который заложил Потому что Одну гречку Просто невозможно Жрать Короче Бля Я видеть не могу Эту дерьмо Пиздец Ребята Вот это Карательная Херня Этой Херней Питаться Нельзя долго Поедете Крыши Вот так вот И поговорили По поводу Всего Я думаю Все все Поняли Кто ничего Не понял Приматывайте Смотрите Заново Вот Что у нас Сегодня Сегодня у нас Ремонт Канализации Надеюсь Запилю По этому Поводу Обзор Покажу Свои так сказать Инженерные Возможности Потому что Вчера я с хозяином Разговаривал И он сказал Что типа Олег Ты очень круто Все спланировал Да И тут у меня Посетила мысль Такая Знаете Что Вот Ты вроде Все можешь Все делаешь Грамотно Работу свою Выполняешь Хорошо Надежно Качественно Но Нихуя Не имеешь И ничего За это Не получаешь А рядом Какая-то Хуйня Которая Делает Абы как Но просто Конъюнктура Позволила ему Зарабатывать Никого В душе Не ебет Как он Эту работу Делает Он просто Ее делает И Посылает Всех Нахуй И имеет Свой гешер Нехилый И Не важно Что за Человеком Может быть Вот это Существо Которое Делает Работу На Отъебись Он не может Быть Похуист Или Мудак Какой-то Или Какой-то Было Но Оно Имеет Бабло И У него Вот это Вот Не знаю Как это Название Нимф Что Не знаю Как говорят Куполом В потолок Упираешься Хрен Зная И тут Ты такой Появляешься И говоришь Чувак Вот эту Тругу Можно было Нормально Положить Вот так Так Здесь Нужно Колено Здесь Нужно Расширение Для того Чтобы Ил Скапливался И плюс Вентиляционное Окно И Вот эта Херня Бодловато Она такая Говорит Ой Ёпта А так И надо Было И Такой И Бумажками Светится Своими Цветными Баблом Да Ты понимаешь Что Как минимум В твоей жизни Было Две Ошибки Первая Ошибка Что Ты Проебался Из-за Этих Мудаков Ну Как-то Так Не знаю Мысль Ушла А вторая Ошибка То Что Ты Не Совсем В той Точке Земного Шара Родился Как Минимум Две Ошибки Вот В любом Случае Мы Всегда Рассчитываем На Какой-то Положительный Исход И Всегда Я Например Думаю Что Все Всегда Да В любом Случае Все Всегда Закончится Чем-то Хорошим Не знаю Я Так Для себя Вижу Вот Так Что Так Поговорили Ну Что С вами ЛК Подписывайтесь Ставьте лайки Все пироги Там Комментируйте Спрашивайте меня О чем хотите В комментариях Обсудим Прочие Всякие Штуки И Ладно Увидимся В будущем Субтитры 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 Субтитры